Так, ну что, тема нашего сегодняшнего эфира с вами – это деньги в отношениях и отношения с деньгами. Поскольку я вообще-то плю за женскую значимость, за женскую ценность, я смею предположить, что то, насколько женщина ценна для себя и для окружающего мира, это очень сильно отражается на ее финансовой ситуации, на ее доходе. Я бы даже сказала, что это вообще напрямую соотносится к тому, насколько эта женщина будет финансово состоятельна. И вот сегодня у меня к вам вопрос, который будет заключаться вот в чем. Мы поговорим о том, как женщина снижает свою значимость. И, естественно, я буду вам давать материалы, я буду рассказывать очень важные вещи. Я очень надеюсь, что вы запасли сейчас водичкой, листочком, трубочкой и так далее. Но мне бы хотелось, чтобы вы тоже вместе со мной чуть-чуть думали. Почему? Потому что моя основная задача – я трансформирую мышление в людей. Соответственно, мы сегодня с вами прямо вот этим вот здесь и начнемся. Ой, начнемся, говорю, и начнем. Как вы думаете, чем женщина может снижать свою значимость? Что конкретно она такого делает? Что за триггеры такие могут быть у нее? Что за модели какие-то поведения? Что ценность, ее ценность в глазах других людей падает? Что такого она может делать? Как себя вести? Что вот, знаешь, смотришь на женщину и понимаешь, ну, как бы эта женщина себя ценит. Эта женщина цена. Как она, может быть, себя ведет? Какие у вас есть предположения? Вредные привычки. Ну да, это напрямое отношение, спасибо, моя дорогая, это напрямое отношение женщины к себе. Ну, то есть я позволяю себе, грубо говоря, там, пихать в себя, какую попало еду. Да, как Туамар Хаям сказал, что он лучше голодать, чем кушать, что попало. Разрешает обижать себя по внешнему виду, недовольная, жалуется. Да. Да. Пытается отлично. Пытается всем угодить. По поводу жалуется, да. Здесь вообще, знаете, какая история, почему вот у меня, например, программа, самая большая моя программа, она называется «Секреты счастливых женщин». Казалось, не такое простое название «Секреты счастливых женщин». А ведь если вдуматься, то когда женщина ощущает собственную ценность, она гораздо более счастлива, но объективна. Да. И жалуется у нас кто, да, и вот самокритичность, Елена пишет, это жалуются женщины, которые, ну, несчастны, по большому счету. Непринятие себя, не любить себя, не цензурная речь. Смотрите, обесценивает себя, да, и поэтому очень видно, очень видно, часто такое слышу. Алина пишет «Я не такая уж симпатичная». Отнекивание, да, обесценивание комплиментов других людей, естественно. Здорово, что вы видите, по каким критериям женщина может себя обесценивать. И согласитесь, вот смотришь, и ты даже не считываешь какие-то моменты, ты смотришь на женщину и понимаешь, вот прям понимаешь, что цена ее не высока. Цена, здесь я имею в виду запрос ее на мир, да. Да, Бибигуль пишет, соглашается на малое. Совершенно верно, соглашается на малое. И как раз один из первых признаков, которые я бы хотела рассказать вам, это история про то, что, что делает женщина, экономит на себе. И эта ситуация, на самом деле, гораздо более важная, чем вы можете себе представить. Объясню, почему. Я приведу вам пример. Я дарю подруге на, не помню сейчас на какой же праздник, ремень Эрмес. Это дорогой для нее подарок. Ну, как бы она его не сама себе купила, я его подарила. Проходит несколько дней. И я смотрю на нее и вижу ее в другом ремне. А тот ремень, который я подарила, ну, он прям идеально вписывался в ее образ. И я говорю ей, слушай, а ты почему не одела ремень, который я тебе подарила? Тебе, ну, я же психологизирована, я же понимаю, про что здесь кино. Я говорю, тебе жалко было, наверное. И она говорит, слушай, ну, ага, а она, знаете, так в шутку мне говорит. Ну, да, что-то мне жалко стало. И я задаю ей очень важный вопрос. Я говорю, я правильно тебя понимаю, что тебе для себя жалко стало? Она упустила голову и говорит, слушай, ну да, мне стало жалко для меня. И здесь вот резонный вопрос. Я бы хотела каждую из вас сейчас подумать и, может быть, записать. Может быть, вы задумывались уже об этом наверняка. Это очень важная фраза. Если мне для себя чего-то жалко, то почему другим людям тоже жалко быть не должно? Если я на себе экономлю, то как я могу надеяться и смеять, вернее, предполагать, что другие люди не будут на мне экономить? И мы часто в психологической литературе можем встречать этот постулат, но, к сожалению, мы его недооцениваем. И здесь, знаете, что важно? Здесь важно не то, что вы по-тихому пока никто не увидит, ну, там, где-то на себе сэкономили. А ведь это формирует, в принципе, отношение к самой себе. Если я могу позволить себе, например, выбрать что-то получше, и ведь это не всегда касается исключительно денег, да, здесь экономия, ну, многое в чём может проявляться. Здесь экономия, может быть, даже в пространстве, мы сейчас с вами дальше поговорим. Экономия в любом виде выбора может проявляться, да, то это формирует наши отношения к самой себе. Вот это отношение мы потом с вами несем в мир, несем мужчинам, показываем детям, и удивляемся, почему другие люди, в частности мужчины, пытаются на нас сэкономить. Мы сейчас дальше поговорим с вами о том, как это может проявляться. Поэтому задумайтесь, пожалуйста, и это важно, на чём вы, вернее, в чём вы, бывает, экономите на себе. Чтобы вы понимали, как бы у меня бывает тоже подобный заскок, и я себя, знаете, в какой-то момент там, ой, да не буду я вот это вот брать. Причём, знаете, какие-то глупости, совершенно какие-то мелочные моменты. Это, видимо, у меня же тоже свои родовые программы, просто я с ними очень хорошо борюсь и знаю, что с ними делать. Но суть та же самая. У меня мать, она никогда для себя ничего не делала. Она делает для всей семьи, у неё из-за любви заботы. Вот она всем сделает, а себе даже не то, что по остаточному принципу, а вообще. Вообще нет. Как будто бы ей вообще не надо. И я вам расскажу такую историю. Она, конечно, не совсем про экономию, но это жуткая история. Я осознала уже, когда выросла. Представьте, в моей семье, чего я родилась там в 81-м году, и у нас как бы был дефицит всегда и всего. Я думаю, что может быть кто-то из тех, кто, мы знаем, ровесники, себя узнают. У нас в семье, когда появлялось что-то сладкое, печенье, какое-то мороженое, конфеты, торты, это всегда давалось мне. Ну, понятно, торт я весь не съем, но в общем и целом. И можете себе представить, когда я говорила маме и папе, говорят, а ты хочешь? Они говорят, не-не-не, мы нет, мы не любим. Знаете, что произошло? Шутки шутками. А я выросла ребёнком, который считает, что взрослые не едят сладкое. Я была уверена в том, что взрослые, они не любят сладкое. Они не едят сладкое, и им не надо это. И знаете, в какой момент нарушилось вот это моё убеждение? Когда я пришла в гости к своей подруге, Элли её звали, и у них были какие-то то ли конфеты, то ли что. В общем, там получилось так, что мы все сели за стол, и мама этой Элли начала тоже есть сладкое. У меня вообще просто рухнул мир. Я смотрю, думаю, а взрослые же не едят сладкое. Вы можете себе представить, до какой степени вот жертвенность моих родителей меня довела? Представляете? Вот такая же история Марина пишет. Анна, в ресторане заказываю более дешёвые блюда, хотя хотелось бы что-то подороже. Думаю, как мужчина будет оплачивать дорогой чек. Кстати, очень распространённая история. Знаете, самое удивительное в этой ситуации? Удивительное то, что женщина пытается как бы не спугнуть мужчину, выбирая более дешёвые блюда в надежде, что он это оценит. Что мы в итоге имеем? Осадочек. Женщина всё равно осадочек испытывает. Понимаете? От того, что она не выбрала то, чего она хотела бы. И вот этот осадочек, вот это психологическое состояние, она потом несёт отношения. Потому что подумает, что меркантильное. А когда мы можем... Кто смотрел мой ролик сегодня? Забавный ролик в Инстаграм. Я в Телеграме вот уже опубликовала. Когда мы боимся показаться меркантильными, это обозначает, что мы не понимаем собственной ценности. Ну, то есть представьте себе историю. Когда я понимаю, кто я, что я. Я люблю это повторять. Когда я вижу свой вклад. Когда я вижу, что я делаю для другого человека. Когда я понимаю свою важность в отношениях. У меня не встанет вопрос о том, что я не могу заказать себе блюда подороже. Давайте сейчас наоборот мы сделаем. Мы заказываем блюда подороже. Мы кайфуем от того, что мы его съели. И мы благодарим. Мы благодарим за то, что нам было круто. А собственное ощущение того, что, во-первых, ты выбрала то, что хотела. А собственной значимости. Понимаете, да? Это совершенно другое состояние. Мы с вами вчера и сегодня будем говорить о том, что наша реальность ткется из нашего состояния. Это не какая-то эзотерическая история. Это абсолютно доказанная нейробиологами история. И если принять этого внимания, то, наверное, над своим состоянием нужно работать и дорожить им. Оно формируется из мелочей. Это не так, что ты пошла, сделала таблетку, выпила глобально, тебя бахнула допамином, все, и ты счастлива. Нет. Оно ткется из мелочей. Я, например, создаю состояние свечкой. Прежде чем начать эфир, я взяла и зажгла свечу. Потому что мне от этого по кайфу. Потому что мне так хорошо. Я пошла, купила себе свечи и сейчас их, собственно говоря, жгу. Следующий момент, о котором я хотела тоже поговорить, который тоже выдает, скажем так, незначимую женщину, это история «это слишком дорого». Да, вот мы начали сейчас. Анна написала о том, что блюдо подешевле. А здесь, например, когда женщина в отношении хуже долго с мужчиной, уже не надо там рисоваться перед ним, да, на тему того, что «Ох, да я не такая, мне, собственно, я вообще-то жду трамвая». Нет. Это когда мужчина и женщина в отношении долго. И когда женщина, например, вот у меня недавно на консультации была девушка, она, значит, рассказывает о том, что муж, внимание, от которого у нее двое детей, внимание, предложил ей на день рождения подарить сережки. Он ей подарил сережки и предложил ей подарить к этим сережкам подвеску. Она говорит, Валерия, представляешь, я сказала, что мне не надо. В какую позицию встала девушка? В позицию мамы? Мама говорит мальчику, что можно, что нельзя. Понимаете, да? Нет, тут, конечно, есть тоже вопросы к мужчине. Чего ты спрашиваешь? Иди покупай, да, если уж на то пошло. Ну, как бы, здесь видите, какая ситуация. То есть там есть история про то, что я должен согласовывать траты с женой на жену. Чувствуете, да? И это тоже довольно распространенная ситуация. Маша, капец, у меня также. Говорю, что дорого, чтобы показаться разумной в плане трат. Маш, мы с вами на консультации этот вопрос обсуждали. И сейчас еще раз повторюсь про меркантильность. Когда я понимаю, что я ценная для мужчины, и он хочет сделать мне приятно, я беру с благодарностью его подарки. Я чувствую себя счастливой. И вот этим состоянием я с мужчиной делюсь. Понимаете, да? Что мы делаем? Мы думаем, что мы покажемся для мужчины более ценными, не меркантильными, если мы откажемся от любого подарка. Это же не только про подарки у нас речь идет. Это про заботу, это про какие-то еще вещи, которые мужчины в наш адрес совершают. Мне интересно, зачем они спрашивают, сколько летали на бьюде процедуры, чтобы потом глаза закатить и сделать вот так. Слушайте, зачастую, когда мужчину спрашивают, он приценивается, мол, сколько стоит эта дюймовочка? Смогу ли я ее прокормить? А когда мужчина приценивается... Маши кролика. Так, мои дорогие, выключаем микрофон. Приведите, пожалуйста, чтобы у всех были выключены микрофоны. Когда он приценивается к женщине, это обозначает, что вы не до конца продемонстрировали свою ценность. Потому что когда женщина мужчине дорога, он понимает... Знаете, он живет с историей про то, что я сделаю все возможное, чтобы сделать ее счастливой. Чего бы мне это не стоило. Маша говорит, то есть я могу попросить дорогое тоже. Маш, мне не нравится фраза «попросить» в принципе. Да, попроси и заслужить вот это вот. Мы сейчас с вами говорили о том, что если мужчина предлагает что-то дорогое, мы не отмекиваемся, чтобы показать свою значимость. Мы соглашаемся, испытываем состояние и благодарим. А просить можно по-разному. Это не тема сегодняшней. Если я сейчас начну вас учить просить, это мы с вами минут на 30 задержимся. У нас очень много классного материала. Поэтому если мужчина предлагает какие-то истории, просто вот так выкрываем рот, прям вот выкрываем и благодарим. И вот это вот не обсуждаемо, что вот это вот дорого, это скажется. В конце концов, в случае мужчина взрослый мужик. Он же не маленький мальчик. Он может понять, это вообще по бюджету ударит или не ударит. Он сам должен принести ответственность за свой выбор, подарить что-то дорогое. Ну, объективно. И вместо того, чтобы включаться в маму и диктовать, что нет-нет-нет, это нам не по карману. Но позвольте ему принять решение и нести ответственность за свои решения. И вот эту роль мамы нужно срочно выключать. Наталья говорит, я всегда говорю вам мужу, что ему повезло со мной. Мне не нужны шубы, украшения. Все такое. Наталья. Разве в этом везение для мужчины? Чувствуете, вот как мы себя обесцениваем? Мне это не нужно. Смотри, какая я хорошая и удобная. Мне это не нужно. Ну, я вот не поверю, что подарки мне нужны. Может быть, я говорю со своей колокольни, конечно, потому что у меня из-за грибы подарки. Я очень люблю подарки. Я прям чувствую себя очень счастливой. И я прям откровенно это не скрываю, скажем так. Я всегда напрямую говорю, что я люблю подарки. Не, чтобы вы понимали, вообще все все дарят. Я в сторис недавно говорила, вот такое ощущение, что я транслирую эту историю. Подруга платье купила. Ну, за коучинг. Я ее коучила, она потрясающе вечернее платье купила. Значит, со второй, значит, подруга провели ретрит, она мне задарила подарками. Это просто какой-то набор. Третья подруга просто стоит. То есть, мне такое ощущение, что вот как будто, знаете, они у меня бегущая строка. Я люблю подарки. Я люблю подарки. Ну, как бы, да. Следующий момент, о котором я хочу с вами поговорить, это история про… Сейчас вся мазь не включится. Это история. Что же случается? Про пространство. Как ни странно, этот момент, на самом деле, тоже очень важен. И согласитесь, наше пространство, которое мы организовываем вокруг себя, тоже во многом может о нас рассказать. Это как одежда, да. И что я хочу сказать о пространстве? Здесь важный момент. В, ну, назовем это так, в типичных женских курсах вы можете услышать историю про то, что давай, значит, там поставься. Я, кстати, тоже поставила все цветы. Вот они у меня выглядят. Я вообще рассчитывала, что они будут в кадре. Ну, ладно. Просто я должна была вам об этом сообщить. Организуйте себе пространство, поставьте цветы, значит, там сделайте, там вот это, сделайте, там вот это. Давайте будем честными и обсудим тот момент, что пространство, оно зачастую отражает не только нашу значимость и незначимость. Попозже, Маша. Оно отражает наше состояние. И если мы, например, не будем идеализировать эту ситуацию, не будем идеализировать пространство, тогда мы, положа руку на сердце, поймем о том, что у нас состояние бывает разное. И я очень люблю вот этот пример. У меня дочь педант. Ей нужно, чтобы все было красиво и по местам. У нее венера в тельце, она такая к деталям, внимательная вся девочка. И в какой-то период времени, то есть у нее всегда было так, книжечки по полочке, тут закладки. То есть она у меня просто совершенно полная противоположность моему сыну, которому вообще наплевать, что и как лежит. И в какой-то момент времени у этого ребенка началась какая-то катастрофа в комнате. А дочь у меня выращена с опорой на себя. Это прям мой, ну не знаю, так какой-то, это прям мой, ну не то, что проект, хотя я им детям говорю, дети, вы прям мои проекты. Это моя гордость, потому что этот человек прошел все мои курсы, абсолютно все, потому что сначала она их монтировала, потом она делала сайты, только недавно она ушла в свою работу. Она прошла всю инфу, все вебинары, все подкасты, она знает все. На основе прямых знаний она уже сама обучает других девушек только проявляться через рилс, но используя все мои психологические знания, я вижу, как она растет. Так вот, в какой-то момент времени в пубертатном периоде я заметила, что у нее происходит какая-то катастрофа в комнате. То есть, чтобы вы понимали, ее кровать превратилась в какую-то мусорную яму и просто был какой-то бедлам. Я поняла, что это не потому, что она там какая-то засранка или там что-то еще. Я поняла, что это сейчас ее состояние. И вот если у кого-то есть дети, подростки в частности, это в подростковом возрасте часто проявляется. У меня, пожалуйста, парень в соседнем, помните там, какой-то перманент такой возраст. И, например, я думаю, что вы даже себя узнаете. Знаете, когда вот, например, какая-то апатия, какая-то депрессия или состояние там вообще, ну, то есть, я не знаю, какую-то боль вы переживаете, там, утрату, например, да. Вот в этом состоянии нам вот не до красоты и не до свечей. Поэтому корить себя за то, что вот я неценная женщина, потому что у меня тут все неблагоухает, мне не нужно. Но если это состояние затягивается или, например, если это образ жизни, вот здесь нужно уже бить в колокола. Потому что, когда у меня дочь пришла, вышла из этого кризиса, он был недолгий, но он был очень ощутимый, чтобы вы понимали, она вот так отгребала кровать, вещи, ложилась в угол, спала, утром вставала, и у нее снова там вот эта вот кровать превращалась в какую-то мусорную яму. И я ее неркала, потому что я понимала, что вот это у нее сейчас, вот такой бардак у нее внутри. Когда у нее все наладилось внутри, она в один там прекрасный день-два все разложила по полочкам, выкинула кучу мусора, и она организовала вокруг себя то пространство, которое отражало ее состояние внутреннее. Поэтому что я предлагаю вам сделать? Оглянитесь вот даже, наверное, прямо сейчас и посмотрите, что вокруг вас. И я бы даже, знаете, как хотела вас попросить, подумать сейчас на тему того, что если бы сейчас какой-то незнакомый мужчина, женщина, мы еще, ладно, можем как-то потерпеть, посмотрел вокруг, то, что находится вокруг вас, что бы он подумал о вас? О ваших пристрастиях, например, о том, насколько вы организованы или не организованы, о вашем пространстве и так далее. Например, вот если, например, сейчас какой-то незнакомый мужчина зашел бы в пространство, где я нахожусь, понятно, что я вам тут такой более-менее приличный угол, хотя он такой серый, все, ну, это у меня вечер. Если бы какой-то незнакомый мужчина зашел бы в мое пространство, он бы сказал, наверное, слушай, давай я тебе сейчас починю сушилку для белья, потому что она сегодня из-за урагана у меня пострадала, единственная в семье, кто пострадал. Или, например, сказал бы, ох, ты любишь там белые розы. Или посмотрел на все эти книги, сказал, ты что, реально все это читаешь? То есть он бы сказал вот это вот. Посмотрите вокруг себя, напишите мне, что бы сказал незнакомый человек о вас. Ну, только честно, давайте, мы тут прям все же откровенные, все из себя. Напишите мне в чат. Если посмотреть на себя, на свое пространство чужими глазами, то какое бы впечатление вы прямо сейчас вызвали у другого человека? Давайте делитесь. Можно буквально одним словом, двумя, что было понятно. Знаете, почему интересно? Потому что, когда ты варишься вот в этом во всем, ты не замечаешь вообще, что с тобой происходит. Ну, там, бардака, бардака. Ты даже его, знаете, как шум белый, ты его даже не видишь. А когда, особенно, это, знаете, становится все, это прям как бы фигура фона, это все выплывает, когда к нам приходит незнакомый человек в дом. Ты начинаешь видеть, что здесь у тебя пятнышко, здесь у тебя там что-то не то. Удивительно, когда ты смотришь на пространство чужими глазами. В голове хаос, но цветочки люблю, Татьяна. То есть, мужчина сказал потом, что, дорогая, какой-то у тебя хаос в голове, однако. Да. И это может быть такое состояние, еще раз повторюсь, перманентное. И вот здесь нужно уже смотреть, ага, а что, а что, а что со мной не так сейчас? Да. Или, например, это просто состояние. Почему? Потому что нет своего уголочка, нет своего пространства, комода с прелестями. Это важный момент. Это важный момент, чтобы у женщины бибигуль было свое пространство, свой такой алтарик, где у нее там своя книжечка любит, свои какие-то косметики. То есть, это прям, называется, маленький окоротик. Это для психического здоровья очень важно. Алина говорит, что может не постоянство, хаос, про любовь, по уходу за собой, много разных баночек стоит. Юлия, мне бы сказал, что у меня фитнес-атрибуты смешиваются с бьюти, но у меня все прибрано. Неоднократно слышала, что я прям много слишком времени уделяю, чтобы ничего лишнего, на мой взгляд. Я сделаю запись, но поскольку у меня ассистентка сейчас прям в больнице лежит, у нас вот еще со вчерашнего эфира нет записи, когда он будет, пока никто не знает. Марина, творческий хаос, наполовину перекрашенная кухня. Ай-яй-яй-яй-яй. Зато горит твича рядом, чашка вкусного кофе. Хаос наивысший порядок. Все по полочкам у Оксаны, милый бардак, но вещи нужно сложить на свои места. Смотрите, здесь даже, знаете, не только и не столько про на самом деле, про Машу, когда я люблю читать, уют, но немного пыльно по углавному. Смотрите, а здесь не про пыль. И здесь даже не столько, не столько про бардак, хотя безусловно, это важно. Здесь вообще, ну то есть, что про вас можно сказать в своем пространстве? Потому что, например, если вы живете с мужчиной, вот он смотрит, смотрите, он смотрит, как вы белье свое положили. Вы бросили или повесили? А у вас халат махровый на крючке или на вешалке? Вы пальто на крючок или на вешалку? Понимаете? И вот такие маленькие атрибуты, из них строятся. Он даже, чтобы вы понимали, он не поймет, на вешалке у вас там или на плечиках этот халат, понимаете? Он, мужчина, такие как бы детали он не вычленяет из пространства. Некоторые мужчины, вообще-то, перекрасилась, полгода ходишь, он даже цвет не заметил. Но на бессознательном уровне у него будет восприятие того, как вы к себе относитесь. Понимаете, о чем я говорю? Понимаете? Вещи в стирку портят пикнице, настроение разгребает. Да, энергии нет, скорее всего. У каждого, Оксана, каждые вещи свое место. Даже обувь моется каждый вечер. Отличница, Оксана. Вы понимаете, о чем я говорю? И не только мужчина, в принципе, другие люди. Они вас оценивают по тому, как вы вообще к себе относитесь. Я вам помните, рассказывала о том, что женщина заходит, например, в ресторан, и в зависимости от того, как она одежду свою повесит, как она аксессуары свои разложит, куда мы сумку свою поставим, на пол, например, на грязную, или попросит принести ей подставочку. Чтобы вы понимали, не все это делают. А человек, который пришел с этой женщиной, или который наблюдает за ней, у него будет складываться определенное впечатление о ней. И это важно, потому что большое, оно соткано всегда из мелочей. Ольга пишет, поняла, по мне видно, что мало заботишься о себе. Конечно. Если мужчина считывает бессознательно, что женщина мало заботится о себе, соответственно, что он будет делать по отношению к ней? Мало заботится о ней. Понимаете, своим отношением к себе мы можем определенным образом влиять на людей. То есть, по сути, мы же уже оказываем влияние. В зависимости от того, как я себя транслирую, я оказываю влияние на то, как другой человек будет вести себя по отношению ко мне. У нас очень глубокая тема на курсе, влияние на людей. Я расскажу вам, из чего это будет состоять, когда будет презентация курса. Но, чтобы вы понимали, влияние на другого человека мы реально оказываем. Но здесь важный момент. Первое. Мы зачастую не осознаем, какое влияние мы оказываем. Это первый. А второй момент. Мы не понимаем, как делать это правильно. То есть, мы не понимаем, что нам для этого нужно делать. А инструментов масса. Инструментов масса. Следующий момент, с помощью которого мы... Мне интересно, перепрещается презентация. Переплючаем, что не перепрещается. Ага, вот как раз я хотела сказать о том, что как относится к себе женщина, если у нее на туалетном столике стоят живые цветы и горит свеча. У меня был подарен букет, и там, знаете, цветы и листья. Цветы завяли, а листья не вянутся, не вянутся. Они такие красивые вообще. Я их поставила, у меня есть естественная леопардовая ваза. Я их поставила в леопардовую вазу и поставила к себе на столик, где я крашусь. Ну, то есть, они не умирают. У меня уже на неделе 4-5 эти листья такие красивые, зеленые в вазе. Я сижу, крашусь на эти цветы, смотрю, и они, знаете, прям хорошо. То есть, именно, не надо солнцем этим, они, по-моему, вечные какие-то эти вот листья просто. Мне кажется, мне скоро корни просто пустят. Понимаете? И если посмотреть на мой туалетный столик, например, там со свечкой, там свечка стоит отдельная для туалетного столика. И это не про то, что у меня нет времени зажигать свечей. Да я вас умоляю. Давайте посчитаем, сколько секунд это займет. А вот такими вот маленькими атрибутами мы создаем себе состояние. И потом в этом состоянии я выхожу на улицу, я иду с клиентами, встречаюсь, я выхожу в зумы, я делаю сторис. Понимаете? Я понимаю прекрасно, что мы все, и в том числе, я хотела бы волшебную таблетку сказать, а делаю так. И все. Но есть много нюансов, которые легко внедрить в свою жизнь, и они будут менять ваше состояние. А ваше состояние будет менять вашу жизнь. Итак, следующий очень классный с вами момент. Почему женщина перехватывает инициативу у мужчины? Во-первых, я должна сказать, что значимость женщины, она в том числе снижается за счет того, что она перехватывает инициативу. Из моего опыта многолетнего общения и консультации женщин, я понимаю, что это одна из самых, наверное, болючих болей. И мой вывод на тему того, почему женщина делает, вообще поступает таким образом, перехватывает инициативу, он заключается в том, что это происходит по причине того, что женщина, опять же, хочет быть значимой, показывая, какая она всемогущая, как она все может. Посмотри, я сейчас на билеты закажу на сайте, и я решу, куда мы поедем на выходные. Я там тебе вот это подберу, этот я сейчас врача найду и так далее и тому подобное. То есть она, как порядочная женщина, берет для себя инициативу в надежде, что в какой-то прекрасный момент она скажет, а, все, посмотрел, теперь ты. Но, к сожалению, к этому моменту мужчина уже плотно сидит на ее плечах, свесил ноги. Зачастую, не все, не все мужчины такие. У меня второй муж был, я тоже прибежала к нему с инициативой, позже расскажу, он мне сказал так, стоп, стоп, мужчина из нас двоих здесь я. Но так делают не все. Увы и ах. Так вот, почему женщина перехватывает инициативу? Потому что она хочет показать собственную ценность. А почему она хочет показать ее? Потому что она ее сама не ощущает и вот таким образом она хочет ее как будто бы добрать. И вот здесь на самом деле начинаются большие проблемы. Потому что мужчина никогда не терпит в семье конкурента. Он не терпит другого мужчину. А инициатива, особенно, знаете, как по мужскому типу, когда я все решу. Мне кажется, я все решу. Это самая сексуальная фраза от мужчины. Когда он так говорит. Марина бывшая постоянно ждала от меня такой инициативы. Почему ждала инициативы? Поэтому она бывшая, да? Почему ждала инициативы? Потому что когда-то вы ее очень сильно проявили. Он посмотрел, ему понравилось. Хороший он быстро привыкает и, собственно говоря, продолжал ее ждать. Я не говорю о том, что женщина вообще не должна проявлять инициативу. Слово совсем. Женщина должна проявлять инициативу на своем женском поле, скажем так. Вот. Марина подтвердила. Конечно. Я вонгую тут сижу, знаете, предсказываю, как это у вас все было. Прямо смотрю свечу, а там на воске написано. Дело в том, что женщина должна проявлять инициативу, безусловно. Но она должна проявлять инициативу в женской части. Когда женщина начинает заниматься мужскими делами, здесь она непременно за это поплатится. Однозначно. Вот, Оксана, я все сама. Естественно. Вот. Алина, я всегда жду этот вопрос, когда я говорю о женской инициативе. А что делать, если мало инициативы с его стороны? И вроде пытаешься намеками, перекладываешь на него что-то. Пройду на с вами следующий слайд. Вот смотрите. Давайте разберем на примере того, что делать, если у нас, например, снижается финансовый доход. Очень большая распространенная боль, когда у мужчины снижается финансовый доход, и женщина, собственно говоря, хватается за голову, а что же делать? Да? Я должна сейчас привести пример, если я не ошибаюсь. Да. Вот посмотрите, если меня не видно. Значит, Алиса, это моя клиентка, двое детей, после рождения второго ребенка расходы увеличились, и когда младшему сыну было 4 месяца, внимание, она вышла на работу. В результате, что мы имеем? Обиду на мужа, чувство вины перед детьми, недовольство помощью нянек и бабушек. Для многих, наверное, знакомая ситуация. Марта говорит, хочется вернуть инициативу, и не берет. Марта, вы у меня на курсе уже секреты счастливых женщин. Мы с вами там все разберем, вплоть до того, что говорить. Не переживайте, будем возвращать вашему мужу инициативу. Смотрите, что происходит? На самом деле, я просто хочу, чтобы вы поняли, что когда женщина берет на себя инициативу, вот в этом плане, особенно финансовом, это никогда не сделает ее счастливой. Никогда. В какой-то момент, во-первых, у нее будет, давайте положа руку на сердце, зарождаться на мужа обида. Она ее не выскажет, может быть, ну, какое-то время, но обида, это вообще, в принципе, не самая лучшая эмоция, потому что обиды не безобидны. Обиды – это та эмоция, которая нас с вами разрушает изнутри. И об этом важно помнить. Прямо запишите себе фразу «обиды не безобидны». Я тоже ее где-то когда-то услышала, я ее прям забрала себе, потому что она помогает мне рефлексировать на тему того, что я сейчас чувствую, хочу ли я это чувствовать. Понимаете, да? И здесь, чтобы вы понимали, что произошло. Во-первых, я понимаю о том, что женщина сбежала на работу от маленького ребенка. Я в свое время тоже сделала подобную историю, когда у меня родился Лев, ему было два месяца, когда я вышла на телевидение работать, но у меня была другая ситуация. Я вышла на работу, потому что я честно подпомнила и сказала о том, что позволь мне, пожалуйста, я надеюсь, что ты меня поймешь адекватно, ребенку два месяца, позволь мне уходить из дома. Там я работала... Так, вон, микрофон, мои дорогие, выключите, пожалуйста. Выключите микрофончик. Я подошла к нему с просьбой, поскольку у меня были выстроены с мужем эмоциональные отношения, связь. Так, уважаемые, проверьте, пожалуйста, все микрофоны. Хорошо, продолжаем. Таким образом, я подошла к нему с просьбой, отнесешься ли ты нормально, если я выйду на работу, я понимаю, что ребенок не будет, но я хотя бы на два часа буду уезжать из дома и общаться с людьми. Потому что за два месяца я одичала. И он отнесся с пониманием, и с двух месяцев я ездила на телевидение, записывала погоду. Так, вы знаете, в каком я состоянии приезжала? Я приезжала такая счастливая, что там никто не сожалел, что меня там отпускали. Понимаете, от ребенка, от маленького. Здесь ситуация немножечко другая. И что, что же нам делать? Сейчас посмотрим. А что делать, если в семье нет денег, муж зарабатывать недостаточно, голодать семье и детям? Я всегда жду этот вопрос. Светлана, спасибо. Сейчас мы с вами обратимся к, скажем так, даже, наверное, к не моей мудрости, а к мудрости ведических психологов. И здесь, на самом деле, как говорит Олег Тарсунов, когда у мужа нет денег, например, становится меньше денег, прежде чем бежать, устраиваться на дополнительную работу, чтобы было что поесть, нужно сесть к мужу на завалинку, это время цитирую его лекцию, чтобы вы понимали, и вздохнуть, и спросить, задать ему коучинговый вопрос. Это коучинговый вопрос. А что мы можем сделать в этой ситуации? Как зачастую происходит? Происходит зачастую то, что женщина, не то что там, не задав этот вопрос, она даже вообще, в принципе, этот момент не согласовывая, как вот эта вот моя девушка, из того, что она мне рассказывала, она идет и просто ищет вторую работу. Вы понимаете, что финансовая безопасность это так или иначе нагрузка на мужчину. Я не говорю, что женщина не должна работать, я наоборот, чтобы женщина работала, зарабатывала деньги, у нее был собственный доход, но мужчина – это финансовая безопасность, физическая безопасность и психическая безопасность женщины. Так или иначе, факт остается фактом. Если мужчина не обеспечивает женщине безопасность, вопрос, зачем он нужен? Ну, от слова совсем. Если женщина не умеет создавать для мужчины состояние, не умеет создавать пространство безопасное, где он может быть уязвимым и счастливым, зачем нужна женщина? И это важный момент. Я, может быть, довольно жестко выражаюсь, но для меня это так. Это моя парадигма. Я в ней живу. Возможно, для кого-то я консервативна. Но сегодня я делюсь с вами своими субъективными знаниями. И знаете, что происходит, когда женщина поступает по-другому? Происходит неприятный момент. Мудрость женщины как раз заключается в том, чтобы позволить мужчине справляться с ситуацией. И, если я не ошибаюсь, я вам хочу здесь сегодня писать конспект, еще очень важный момент рассказать. Вот мамочки, особенно у которых сыновья. Сейчас тоже вам будет важно. Вот Алла. Алла. А внутреннее состояние женщин – это финансовое состояние мужчины. Это если тезис на то, что я вам сейчас расшифрую. Знаете, когда это закладывается? Когда маленький мальчик начинает кушать сам ложечкой. И что происходит? Он не начинает. Мамочка начинает его кормить. Она ему вставляет ложечку. Она его кормит и кормит, и кормит, и кормит. А сейчас давайте мы с вами обратим внимание. А что происходит, когда ребенок вообще кушает? Мальчик, в частности, мальчик сейчас, да? Он добывает себе пищу. Он ложкой добывает себе пищу. Он добывает... Он себя пытается прокормить. Что делает мамочка, особенно бабушка. Вот это вот вообще любимое. Женщина-мать забирает у своего мальчика инициативу в том, чтобы он постарался, чтобы прокормить себя. Глубокая мысль. Глубокая. Я хочу, чтобы вы ее осознали. Понимаете, о чем идет речь? Поставьте мне, пожалуйста, сейчас плюсы, кто понял, о чем я говорю. Кому-то это будет неприятно услышать от меня, потому что кто-то из вас уже взял на себя инициативу на тему того, что я вот такая вот, я посмотрите. Ну, то есть это позиция на самом деле. Это же жертва. Зачем дорисовать? Анастасия Григорьева, выключите, пожалуйста. Вот. Ольга Мелада. Видите, да? И самое интересное, что женщины не всегда осознают, что они делают на самом деле, ну, оказывают медвежью услугу. Они думают, что они делают благо для мужа, для семьи, для детей. Посмотрите, детей кормить нечем. Давайте так. Я не говорю о каких-то крайностях, когда, например, мужчина инвалид, да, и он не работоспособен от слова совсем. Бывает, что женщина сама делает морального инвалида из мужчины, потому что занимает там, мы сейчас будем говорить об этом в мамские какие-то программы, да, что женщина должна быть инициатором, и так далее, и тому подобное. Она делает из него беспомощного. Знаете, как есть у ребятишек, выращенный беспомощный, так же у мужчины. Мы воспитываем беспомощного мужа, да, который привык, узнает, решает все проблемы. Это страшно, если вы понимаете. Прям страшно. И вот то, о чем Алла начала говорить, смотрите, нет власти у мужчины. А власть в чем? Власть в принятии решений, в том, чтобы разгребать ответственность за свои действия бездействия. А власть чувствовать, что я управляю ситуацией. И когда женщина у него все это забирает, она забирает у него деньги. Она забирает у него свои деньги. И это важно понимать. И это важно понимать в отношении с детьми тоже. Помните, я вчера на эфире, кто был рассказывал вам историю о том, что женщина всегда доступна для своих детей, бежит, там тебе вот это, вот это, там и так далее, там подобное. Когда у вас, у мужа или у детей, вот сейчас, после даже сегодняшнего эфира, пожалуйста, понаблюдайте. Случается какая-то проблема, бежите ли вы ее решать. Я сейчас не говорю о том, что прям и пойти и устраиваться на вторую работу, окей. Не обязательно это. А вообще, в принципе, бежите ли вы ее решать, эту проблему, немедленно. Или, например, ребенок пришел с какой-то проблемой, не знаю, там, потерял. Пусть не голову в шапку, да. Или там забыл где-то ключи, или там что-то, что-то там не записал. Мы вместо того, чтобы... Сейчас я в родительский чат напишу. Ай, давай мы пойдем, мы завтра позвоним. Я сейчас все решу. Мы задаем коучинговый вопрос. Слушай, что мы можем в этой ситуации сделать? Что можно сделать в этой ситуации? Запишите себе этот вопрос. Попробуйте с него. Это как минимум заставляет вашего ребенка, вашего мужа мыслить. Мыслить. А что правда я могу сейчас в этой ситуации сделать? Не когда мамочка бежит за мной подтирать срочно все. Да? Или жена мамочка. А я? А я то что могу? Марина, видите, у вас инсайд. Здорово, если начнете это применять. Это только там 1% того, что можно сделать и получить в балл результат. На самом деле, любая женщина хотела бы отдать власть. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Вот напишите, кто со мной согласен. Ну, не любая готова это сделать. Но хотела бы. Знаете, у кого там в песне-то поется что-то львица, что-то хочет она покориться, хочет покориться судьбе. Как забавляет это на самом деле. Вот, пожалуйста. Ну, кто бы не был бы счастлив, если бы мужчина забрал инициативу и, знаете, и вот это вот говорил, ты ему такая, оп, с проблемой. А он тебе такой, почему мужчины не любят паникующих? А он тебе такой, решим. Я ему уже всегда говорила о том, что сын забыл форму на прошлой неделе. Я сказала, решай сам. Теперь будет задавать ваши вопросы. Теперь буду задавать вопрос. Да, смотрите, Марин, какой интересный момент. Когда я сыну сказала, решай сам, или мужу сказала, решай сам, это немножечко грубовато, да? Кроме того, это повелительное наклонение, делай. То есть я тебе сказала, решай, иди. Чувствуйте, как по-другому. Смотрите, какая интересная история. Зачастую, когда мы меняем просто глаголы, когда мы по-другому выстраиваем свою речь, мы имеем совершенно другие результаты. Когда я говорю сыну, не решай сам, а когда я говорю ему, слушай, что можно сделать в этой ситуации? С совершенно дружеским, спокойным, нормальным тоном. Вы понимаете? Мы же совершенно по-другому отношения выстраиваем, дальнейшее с человеком. И одна фраза, одна по-другому сказанная фраза может привести к конфликту, к отчуждению, а может заблизить людей. Вы понимаете? Вот когда я рассказываю на программе, например, как хвалить, как просить, я люблю эту фразу, как убеждать в готовые конструкции, что делать, чтобы вы были успешны в своих просьбах, в своих желаниях, в выражении своих каких-то просьб. Опять же. Почему женщина перехватывает инициативу? Конечно, здесь программы контроля. Программы эти зачастую мамские, материнские, от мамы по наследству полученные, скажем так, выученные, понимаете? И я хочу сказать, что у меня была такая программа от мамы, что я все контролирую, мне нужно все четко, все знать, и так далее, и тому подобное. Тем более мы с мужем были практически ровесники. Вот, пожалуйста, Ольга, примеры, видео в своей семье. Мама всегда решала все вопросы. Ой, Ольга, мы, дети без критического мышления, полностью прописываем все вот эти вот, у нас, нас прошивают наши родители. Мы потом идем и делаем так, потому что у нас нет другого, другого, перед глазами примера. Понимаете? И я тоже пришла, я тоже такая, так, это вот это, это вот это, это вот это, и в первом браке мне казалось, что я в принципе-то как бы нормальная женщина. Типа, а как по-другому? Да, и когда я второй раз вышла замуж, мне сказал, мне муж сказал, что так, стоп, решала вас здесь я, и будет так, как я скажу. Я не говорю, что у меня там первый муж не решал какие-то вопросы, нет, абсолютно нет, просто я была такая, знаете, прям инициативная, очень инициативная. И когда я отдала свою власть в руки другому человеку, знающую, я вам хочу сказать, что я испытала огромное счастье. Это было прям счастье. Я вам говорю, что я всегда говорила мужу фразу о том, что, слушай, я так люблю, когда ты говоришь. А, у нас не был диалог, я ему говорю, слушай, хочешь я тебе скажу одну из самых любимых фраз, которые ты мне говоришь? Он такой, я люблю тебя. Они говорят, нет, ну это мне как бы тоже нравится, но есть еще одна, ну какая давай говори. Реши. Вот это был кайф. Да. Оксана, мама воспитывала нас одна, естественно, она решала все сама, я брала с нее пример. Смотрите, какая история. Даже когда женщина, вот я тоже воспитываю детей одна, уже почти восемь лет. Вы видели сейчас, что происходило? Видели, да? Лев, пожалуйста, помоги. Лев, мне нужна помощь. Сегодня у меня с утратом отпала в бане вот эта вот штука. Я, конечно, могу ее сама приделать. Что там приделывать? Прикрутить и все. Но я должна ростить мужчину. Поэтому я прихожу и говорю, слушай, понятия не имею, как это делать. Посмотри, пожалуйста. Я прям, ну это реально, мне это самое. Вот он что-то заел, там прикрутил. Вот он вышел за диван. Я говорю, ты так быстро? Эти же женщины-лисы, матери-лисы. Но зато, понимаете, он себя мужиком чувствует. Понимаете? И даже когда мы одни ростим, например, двух девочек условно, мы все равно можем делегировать. А мама зачастую из-за чувства вины, что она одна с детьми, ложится на алтарь просто и делает все. Но у меня для этого есть целая программа. Сейчас не буду увлекаться. Мы с вами сейчас все-таки говорим про мужиков, про деньги. Для родителей по воспитанию. Ну, с мужчинами, слушайте, очень много перекликающихся моментов, чтобы понимали, потому что мы зачастую делаем те же ошибки с детьми, что и с мужчинами. Алла, все осознала, поняла и готова на новые шишки. Осталось найти отношения, а ценности к себе столько теперь, что никто не пытается соревноваться. Так, Алла, что-то мне как-то вы прям... А с кем вы соревнуетесь? С мужчиной соревнуетесь? С кем вы соревнуетесь? Вы же не просто так это написали. Найти отношения. Подумайте, что вы имели в виду, когда вы сказали, что сейчас никто со мной не будет соревноваться. Вы говорили, что у женщин должны быть свои деньги. Должен ли муж знать об этой заначке? Боюсь, что он может не понять меня, потому что это только мои деньги, а не наши общие. Ведь мы вдвоем стараемся на благо нашей семьи. И как это можно объяснить ему, чтобы он все понял? Смотрите, я вообще в принципе за то, чтобы у женщины были деньги на свои мелкие нужды. Например, если мы не говорим о каком-то медодостатке, если мы говорим о каком-то среднем даже достатке, то одна история, когда женщина приходит и просит у мужчины на ноготочки, другая история, когда она может выделить из своего бюджета зарабатываемые собой деньги себе на какие-то вещи, на которые она не должна отчитываться и не должна спрашивать. Пошла она там себе купила какие-то варежки или что-то еще. Когда женщина тратит деньги, она чувствует себя очень счастливой. Понимаете? И здесь, если, например, я говорю о том, что боюсь, что муж может меня не понять, это для меня, например, как для консультанта. Здесь я вижу историю про то, что я не создала для мужа глубокую эмоциональную связь, чтобы он хотел, чтобы я была счастлива, когда я трачу деньги. Не знаю, насколько я прямо сейчас объяснила корректно. То есть, когда я ему говорю о том, что, слушай, если у меня будут свои деньги, я буду чувствовать себя гораздо счастливее и объясню, почему. Мое состояние, чтобы я не выпрашивала там на варежки и так далее, то любящий человек, для которого я являюсь ценностью, скажет, окей, я тебя понял. И тогда не надо будет бояться, что он поймет. Понимаете о чем? Вот у меня мама тоже раньше и сейчас тащит. Муж свесил ножки. Ольга говорит, у меня пацаны соревнуются, кто больше маме помогает. Круто. Алина, даже когда могу открыть банку с огурцами, все равно пришел мужчину. Однозначно. Мужчины видят хорошее сообщение, как я отношусь к себе и, кажется, перестали даже пытаться соревноваться. Здесь я смею предположить, что есть небольшая демонстрация высокомерия женского. Это такая защита в том числе, когда мы говорим о высокомерии, потому что когда мужчина высокомерие и чуть-чуть мужского поведения все же, потому что соревнуются мужчины с мужчинами, с женщинами они не соревнуются. Когда они видят ценную женщину, наполненную ценностью, они хотят ее обладать, а не соревноваться. Поэтому я вижу здесь, возможно, Алла, это всего лишь депутия за пальцем в небо, небольшой затык женственности. Когда я женственная и ценная, мужики со мной не соревнуются. Понимаете, да? И вот как раз мы перешли с вами про отсутствие ощущения ценности. Почему женщина перехватывает инициативу? Потому что зачастую она, не умея показать свою ценность мужчине, пытается за счет инициативы как бы ее добрать. Понимаете, да? Мы вот частично сейчас с вами это уже обсудили. И вот здесь вот я приведу вам пример. У меня есть очень близкая умная дама, которая вступила в отношения. Впервые, наверное, в своей жизни она вступила в качественные отношения, не в токсичные отношения. Впервые это у нее второй брак. Впервые у нее мужчина, но она очень долго прорабатывалась. Мужчина, прям мужчина. А она всегда была мужчиной в отношениях до этого. Было двое серьезных отношений. И она ко мне пришла на консультацию, она говорит, я не знаю, что мне делать. Я чувствую себя, говорит, просто я не знаю, я не знаю, что... То есть он зарабатывает деньги, она пришла тоже за... То есть они как партнеры, я партнер, ты 50 на 50, а все за своими, знаете, стратегиями поведения вошла в эти отношения. Он говорит, слушай, расслабься. Ну, как бы, давай я буду зарабатывать, а ты, ну, как бы, давай развивайся, там, творчески, какие-то там, тебе эти... И она в ужасе пришла ко мне, говорит, я не понимаю, а чего тогда я буду делать в этих отношениях. Ну, то есть, как бы, а как я... А что я им... То есть, представляете, насколько человек раненый? Раненый при следующем отношении, то есть если она не вкладывается 50 на 50, как пацан сказал, пацан сделал, то она как бы не понимает. Я говорю, подожди, милая моя, давай сейчас мы сядем и разберем, что ты делаешь в этих отношениях. И мы как раскатались с ней, какой она вклад вносит в эти отношения. Все. Она вылечилась и попорхала в отношениях с идеей о том, что да, я и так молодец. Все счастливы. Слава Богу. Следующий момент, о котором я хотела с вами поговорить, поскольку у нас с вами же денежный все-таки эфир, это момент зарабатывать деньги и получать не одно и то же. И вот здесь я попрошу вас сейчас в чат по-честному написать мне, кто понимает, о чем идет речь. Потому что только честно понимает. Понятно, что у нас глагол зарабатывать и глагол получать, они разные по значению, мы все с вами русскоговорящие, носители языка, мы понимаем, в чем разница. Но я хочу, чтобы вы сейчас обратились вообще к себе и спросили, а я всегда чувствовала эту разницу. Я понимаю, что значит зарабатывать и что значит получать. Объясню почему. Потому что многие женщины думают, что они знают разницу. Но когда мы проговариваем свои желания, записываем на листке или в новогоднюю ночь формируем то самое заветное, мы говорим, я хочу зарабатывать миллион рублей. Вот Алла, зарабатывать. И не у всех в голове возникает мысль о том, что а что если получать, а не зарабатывать. Понимаете? Не у всех даже в лексиконе есть эта фраза я хочу получать там такую-то такую-то сумму. Сейчас приготовьте, пожалуйста, листочки. мы с вами сделаем очень классную небольшую практику, очень легкую листочку, карандаш, мы будем кружки рисовать в первом классе ребятишки. Вот. И вы понимаете, что мы мыслим какими категориями, собственно, такую мы себе судьбу устраиваем. Если я считаю, что женщина должна зарабатывать, трудиться, помните, с вчерашнего нашего эфира без труда, не вытянешь рыбку из пруда, вот мы создаем потом, у нас есть вера в это, мы создаем себе такую жизнь, чтобы нам было трудно. Тогда, когда мы зарабатываем через труд, мы такие, да, мы резервали мамину программу, мама тоже трудилась всю жизнь. Вот я зарабатываю тоже, а хотела бы получать. Угу, Бибикуль, наверное, обретать тоже история, да, я хочу обрести. И даже, наверное, я бы сказала, иметь. Ну, чтобы узнать наверняка. Татьяна пишет, я вчера это поняла, а сегодня на карте плюс. Как это волшебно работает, Татьяна? Это так работает. Знаете, мне что нравится еще? Вот мы сейчас сидим с вами, у нас есть все равно определенное поле, в котором мы работаем. Вчера было много инсайтов у вас, много вдохновения. И мне очень нравится групповая работа. В принципе, мне она даже больше нравится, чем индивидуальная. Почему я? Я же модератор мастер-майнд-группы, то есть я собираю группы и прям мы проводим мастер-майнды. Это когда каждый участник является вкладом. И там такие вскрываются вещи, то есть создается реальное энергетическое поле, где люди начинают работать. Люди начинают совершенно по-другому думать. Это у меня происходит на групповых наставничествах. Вот у нас сейчас презентация будет, когда программа, я буду вам рассказывать про групповое наставничество. Там люди, которые заходят, женщины, они делают квантовые скачки за время. Почему? Потому что мы работаем в группе. И знаете, какой кайф? Ты встречаешься на одной неделе, мы прорабатываем какой-то вопрос, у каждой аферия пыляются все. Но я вам подробно сейчас позже расскажу. Просто я хочу, чтобы вы понимали, что такое работа в поле, не один на один. Я, наверное, даже групповое люблю больше, чем индивидуальное. И потом, через неделю мы делимся результатами. А у тебя, а у тебя и каждый, то есть ты условно, у нас двухчасовая консультация, ты за эту консультацию получаешь, вот у нас было в прошлый раз 9 человек, 9 консультаций. Потому что ты смотришь на каждую, как я консультирую, и у каждой забираешь себе какой-то смысл. Вот, Татьяна. Это так и работает. И в этом большой кайф. Итак, мои дорогие, что мы сейчас с вами делаем? Ага. Во-первых, я попрошу вас, кто не успел прочитать слайд, мы сейчас будем менять с вами мышление прямо здесь, и сейчас будем уже перекраивать своё мышление. Смотрите, существует, я так сделаю, ага, хорошо, условно, условно, это я посмотрела у Ларисы Рина в своё время, 4 источника материальных благ для женщин. Я просто хочу, чтобы мы с вами расширили эту историю, потому что у нас, если бы я сейчас вас сначала спрашиваю, то вы бы мне сказали, какие у нас есть материальные источники. Я зарабатываю, могут зарабатывать, да? И вот напишите мне, пожалуйста, в чат, какие вы думаете, что у нас ещё есть источники заработка. Давайте. Откуда женщине ещё могут солиться деньги? Откуда? Что является источником? подарки? Ну, только не так, что там лотерея, например, да? Хотя это тоже отличные. Подарки, супер, подарки, бонусы, акции, подарки, подарки. Конечно, мы с вами это проговорили. Подарки. Давайте мы сейчас ещё будем расширять. Источники, источники. То есть, откуда они могут приходить? Дивиденды для библиотеки совершенно прекрасны. Вот смотрите, сейчас мы с вами обсудим вот эти вот источники, они будут у нас сейчас все объединены. Эта практика, она очень круто расширяет вообще мышление, в принципе, да? И условно, условно, то, что вы сейчас поназывали, мы можем с вами разделить на четыре источника. Первый источник это вселенная. Вот то, что вы говорили, найти на улице подарки, неожиданные какие-то, знаете, бывают подарки, которые от незнакомцев, ну, условно, там, да, сидишь, например, мы в Тюмень позапрошлый раз приезжали с девочками, сидели в ресторане, мы или мы и еще один столик во всем ресторане, двое мужчин. Потом пришел мужчина с девушкой, внимание, так вот, сначала от столика с мужчинами нам прислали бутылку вина, а потом, внимание, со мной заговорил мужчина, который с девушкой сидел за столиком, и он мне говорит, я вас откуда-то знаю, ну, понятно, 15 лет на телевидении проработала, естественно, вы меня знаете. Я ему говорю, ну, может быть, знаете, он такой, вы вели прогноз погоды. В общем, он меня узнал и подарил нашему столу еще бутылку вина. В общем, мы с девочками ни за что не платили, вообще сидели. Они мне говорят, слушай, ты приезжай бы чаще. Ну, то есть, любые непредсказуемые какие-то, любые какие-то подарки, любые какие-то финансовые вложения в нас, которых мы не ожидали, это вот мы трактуем, уйдем в источниках вселенной, да, и это важно понимать. И вот я сейчас не вспомню, кто в чате написал о том, что наше состояние может стать источником финансового дохода. И это совершенно верно. Потому что на состояние, на наше состояние, с чего нам, причем мужчины, которые подарили нам первую бутылку вина, чтобы понимали, что никто не подошел из них. То есть мы им сказали спасибо большое. Никто не подошел, да, мы просто сидели красиво, болтали, смеялись. И понятно, что у нас было такое ценное состояние, но они там сидели, наверное, и любовались, предполагаю. Вот. И вот на этом состоянии нас приглашают на какие-то проекты, нам хотят, например, подарить цветы, нам хотят какие-то подарки сделать совершенно просто безвозмездно. Абсолютно безвозмездно, чтобы вы понимали. Второй момент это родители, причем когда я говорю о том, что нам приходит, например, от родителей какие-то материальные там, условно, выгоды, это может быть, это может проявляться вообще в чем угодно. Например, родители говорят о том, что, слушай, давай мы там детей доберем на неделю, а вы там с мужем куда-то езжайте. Ты условно экономишь на няне, понимаете, да? И получается, что ты от родителей получила какой-то чудесный бонус. О, смотрите, какое интересное у нас ограничение выпало, да? Лейла, за все в жизни нужно платить, да? А еще я вам хочу сказать, у этого ограничения есть продолжение и реже деньгами. Смотрите, когда я верю, что за все в жизни нужно платить, так и будет. И тогда буду я устраивать отношения с мужчинами таким образом, что, когда он мне делает какой-то подарок, я буду чувствовать себя обязанной. Я не буду пройти эти подарки, я буду отказываться. Либо я буду ходить вот этим чувством, что как будто я ему должна, я должна с ним что? Я должна теперь с ним переспать, если он мне вот это вот сделает. И тогда я не буду соглашаться, чтобы он за меня заплатил в ресторане, потому что как будто бы у меня была одна клиентка, я не могу позволить, чтобы мужчина за меня платил. Мы с ним там за одну сессию этот вопрос решили. Мы не верю, чат. Понимаете, да? Это установка, в которую я верю, потому что однажды кто-то положил ее в мою голову. Эту установку можно разбить, и мы будем работать с установками. Очень мощный урок. Один из, наверное, моих любимых, потому что когда мы меняем установки в своей голове, мы, знаете, как будто коды перешиваем, и мы совершенно по другим правилам начинаем играть в эту жизнь. Ну, следующий у нас, естественно, мужчина, и следующий – это я сама зарабатываю. Здесь, в принципе, все понятно. А сейчас я попрошу вас на листочке нарисовать круг. Рисуем круг, и важно, чтобы этот круг вы поделили вот на эти четыре части. Родители – понятно, мужчина, понятно, я сама. Ко вселенной вы относите вот все, что мы с вами проговорили, и все, что вы считаете нужным отнести. Но разделили таким образом, чтобы это было в процентном соотношении. Ну, то есть, сколько процентов сейчас в своей жизни я добываю себе денег сама, сколько процентов вселенной, сколько родителей, сколько мужчина. то есть, вот таким вот образом, чтобы вы прямо глазками посмотрели, как в вашей жизни, в вашей ситуации сейчас вот это все выглядит. Какую часть денег из моего как бы вообще финансового положения я добываю сама, сколько мне от мужчин, сколько я получаю от вселенной и сколько от родителей. Прямо начертите. Вот эти говорят, что самое первое, что приходит в голову, это самое, ну, разумно, самое честное. Попробуйте сейчас себе не врать, не выгораживать, кто написал, поставьте плюсик в час, чтобы я видела, что вы сделали. И прям полюбуйтесь на свою вот эту вот историю интересную. Так, Алена, Алла сделали, молодцы. Ждем, ждем, ждем. Алла, нечем любоваться. Ну вот, чувствуете, куда мы с вами копнули Алла? Мужчина соревнуется. А мужчина, когда соревнуется, до 99% сама. Когда у меня 99% сама, первое, я не позволяю мужчину, вот, то есть, смотрите, мужчина, это, в принципе, это мужское, это может быть, как наш мужчина, так и мужское, что я мало себе приношу, но меня устраивает. сейчас мы это разберем. Это обозначает, когда я не получаю денег от мужчины и от Вселенной, это обозначает, что я не позволяю этому случаться. Я уже вам говорила о том, что из состояния это происходит. Вид. Мне нужно, чтобы у меня слева были слайды, чтобы я видела, какой идет за другим, мне так легче ориентироваться. Хотя, ну сейчас, если я сделаю полностью слайд, то я же не буду видеть, какие слайды мне нужны. Так, о, от Вселенной нет. От Вселенной, Оксана, если нет, это тоже определенное ограничение, что я не достойна того, чтобы мне просто так что-то на голову, на голову, какое-то счастье сваливалось. Есть такое убеждение? Ага. Ольга, муж 70%, я сама 5-10%. Интересно. Вот, Оксана, видите, я попала в точку. Это здесь, это упражнение на то, что я достойна, я не достойна. И самое интересное, когда ты меняешь убеждения, в том числе финансы, вы понимаете, вот у меня же до мурашек, я вам говорю, вообще все начинает перестраиваться твоя реальность. прям перестраиваться. Отлично. Что мы делаем сейчас с вами? Мы с вами? Ольга пишет, мне некомфортно, что я 5-10% всего сама. Почему? Если 70% мужа, я сама 5-10%, то там может быть история там какая-нибудь там если копать что-нибудь, что у меня есть вторичная выгода, что я сама себя не могу обеспечить. Ну, там полностью, например, там можно покопаться. То есть, если я зарабатываю 5%, мне комфортно, ради бога, да, но если мне при этом не комфортно, то что там за страхи? Что? Например, это может быть история, потому что муж меня сильно контролирует, я от него завишу, я чувствую вот эту вот зависимость от него, и как бы я, блин, парюсь над этим. Здесь нужно, нужно было бы поработать, конечно. 50% сама, 25% вселенная, 15% родителей, 10% мужчин. О-о-о. А, ну это пока мужа нет. А потом мы поменяем местами. Юля, мне нравится. Так, да, Ольга, видите, страх зависимости? Я прям вас как чувствую, чувствую тебя насквозь. Так, а сейчас мы с вами будем менять наше с вами мышление. Мы берем Биби Гульбиру, мам, 50%. Смотрите, когда мама 50%, муж 50%, здесь, моя дорогая, нужно чуть-чуть задуматься, почему моя мама вкладывает в меня ровно столько, сколько вкладывает в меня мой муж. И я смею предположить, что эта ситуация может быть, ну чуть-чуть, не то, что опасной, но на нее нужно обратить внимание, потому что тот, кто в нас много вкладывает, имеет над нами определенную власть. И когда моя мама вкладывает наравне с моим мужем, здесь надо задуматься, насколько мне это окей. Это я всего лишь гипотезу выдвинула, моя дорогая, поэтому вы сами смотрите. Марта муж 50, родители 3, а я 37. Вы не бухгалтер, Марта? Четненько циферки все. Так, ну что, мои дорогие, сейчас мы с вами будем менять мышление. Берите, пожалуйста, следующий листочек, переворачивайте этим или рядышком. Мы чертим с вами новый круг. И этот круг будет называться ваш финансовый круг. Идеальный финансовый круг. Почему я люблю рисуночные тесты? Дело в том, что наши глаза, это вот здесь совсем простым языком, очень сильно соединены с нашим мозгом. И для того, чтобы мозгу поставить задачу новую, изменить что-то в нашей реальности, ему необходимо, он мыслит образом, ему необходимо посмотреть, как это должно быть. И сейчас мы с вами отключаем критическое мышление, берем новый, чертим круг. Марта, и здесь я угадала. В прошлом ревизор финансовой инспекции, господи, как я чувствую людей, чувствую, как я себя хвалю, да? У меня все в порядке сидим, кстати. Мы берем с вами чертим свой идеальный финансовый круг. В чем будет заключаться идеальный финансовый круг? Он будет заключаться в том, чтобы начертить на нем те пропорции, которые вы бы хотели, чтобы были в нашей чертите, кто начертит, либо делитесь, либо ставьте плюсики. Интересно будет посмотреть. Как бы я хотела, чтобы распределялись финансы в моей жизни? Я сейчас так пишу. Пока вы делаете, запишу небольшое сообщение. Ну что, мои дорогие, прямо сейчас у нас проходит, как мне кажется, да, мои дорогие ученики. Совершенно потрясающий вебинар на тему деньги и отношения с деньгами. Девушки уже делают практики, меняют свое мышление прямо сейчас, пробуют себя совершенно в других ипостасях. Сейчас попробую показать. Мы чертим финансовые круги, меняем свое восприятие. Вот уже пошла работа. Я удаляюсь к ним для того, чтобы, скажем так, хоть в какой-то степени изменить модели мышления. Финансовую модель мышления. Так, что у нас тут Мария смеется? Вселенная 100, муж 100. Так, Биби Гуль. Вот смотрите, если вы сейчас будете баловаться, а не писать, как это должно быть, да, то мы с вами работу не проведем. Алла, 50 вселенная, 25 я и 25 мужчина. А что ж вы на мужчину не рассчитываете за это все, моя дорогая? У меня есть ощущение, что вы так из крайности в крайность, да, по 99 сама, то сейчас, короче, пусть вселенная половина моего состояния пашет. Так, я 20, муж 35, 40 вселенная. Я хочу, чтобы мужчина 70, пишет Оксана. Остальное по 10, но боюсь идти в зависимость от мужчины. Екатерина, я 50, муж 45. Как интересно. Так, муж 50, Ольги 30, сама 15, вселенная 15, родители. Маша, это нужно определиться с суммой, которую я хочу и от кого, в каком соотношении эту сумму буду получать, да, верно? Маша такой, педал такой структурированный. Маша, если 100% денег, которые вы бы хотели получать, каким образом это распределилось бы от тех источников, про которые мы проговорили? Сколько из этих денег, которые вам нужны для классной жизни, вы готовы, чтобы вам давал мужчина? Сколько готовы зарабатывать сами? И сколько хотите получать от вселенной? Так, пишем, пишем, сейчас мы интересные будем. Вообще, есть примерная, там условно, среднестатистическая история, как это вообще может происходить. У Натальи муж 40, я 25, вселенная 25, родители 5, дети 5. Нравятся мне ваши мысли. смотрите, в среднем вообще, ну, давайте, положа руку на сердце, мы все индивидуальны, у нас у каждого свои запросы, у нас у каждого свои потребности, свои ограничения, свои шаблоны, свои верования, ну, то есть, свои тараканы, давайте назовем так. вот, мне нравится, не вижу имя, муж 50, я 25, вселенная 25. Значит, смотрите, вообще, в идеале, в идеале, когда мужчина закрывает 55-60% от потребностей женщины, посмотрите, не 70, где мы впадаем в зависимость, не 80, не 99, да, а 55-60, вот о чем для вас эта цифра? Вот для меня она, например, о том, что у мужчины контрольный пакет акций ответственности, спасибо, Наталья поняла, видите, да, контрольный пакет ответственности у мужчины, 55-60, чувствуете вообще как? Но при этом, при этом, вы не висите, например, там своих 5% или в 1%, от вселенной около 20, например, процентов, 15-20% это говорит о чем? О том, что я получаю подарки от вселенной, я понимаю, что мне что-то может, но представьте, вот сейчас к вашему доходу добавить 20%, вот я бы не отказалась, например, 20%, просто так, вам не нужно тянуть там вырубку из пруда, просто к вам приходится ей 20%, классно ведь? Ну, классно. И вот эти проценты приходят, Маша, объясню, почему еще бывают ноль, когда мы говорим о родителе, смотрите, видите, какой я вам пример привела до этого, когда родители помогают, то есть какая-то, ну, мы говорим о финансовой помощи, но в данном случае я вам, я вам показала, что родители, никогда тебе обошляют конкретно, да, деньги на карту, мам с папой содержат, взрослая женщина, уже 5 родителей, они там деньги содержат, а когда они помогают тебе или участвуют в твоей жизни таким образом, что тебе, например, получается экономить деньги. Понимаете, когда я, например, приезжаю к моей маме и она меня кормит, ну, условно, я не трачу деньги на еду, но мама чувствует себя реализованной рядом со мной, я коннект составляю с мамой, это очень важно понимать. Когда я ставлю родителям ноль, я вычеркиваю участие в своей жизни. Когда мы понимаем, что это не только про деньги, это еще про то, что родители вкладываются в нас, понимаете, я вам привела какие-то примеры, да, водится с детьми, не плачу за няню, кормит меня едой, не покупая продукты. И тогда мы не обесцениваем своих родителей, и тогда мы не вычеркиваем это самое, родителей жизни. Алла, вот будьте аккуратны со своими желаниями, плюс 100 от вселенной еще лучше, будьте аккуратны. Что такое плюс 100 от вселенной? Давайте рассмотрим. Когда у меня нет мужика, когда я сама ничего не могу сделать, когда у меня нет родителей, которые бы мне помогали, я живу там на социальном каком-то пособии, это от вселенной просто так мне приходит. Будьте аккуратны в своих желаниях, даже в шуточной форме, я серьезно говорю. Мы работаем со своим сейчас бессознательным, в том числе, когда мы вот такие вот круги рисуем. Не, не говоришь, что ты какая-то глубокая там работа, там в гипнозе. Нет, конечно. Мы делаем рисуночные тесты, но в каждой шутке ведь есть только доля шутки. Понимаете? Почему, Алена говорит, почему я хочу 40% от вселенной, это я типа много хочу или нет? Потому что, Алена, я хочу... Смотрите, вас как... Мы с вами, по-моему, обсуждали, да, на консультацию этот вопрос. И у меня есть ощущение, что я как будто бы хочу переложить ответственность за свою жизнь на вселенную. То есть практически половину того, что я могу иметь, я хочу ей отдать, ты как-нибудь там сама. Да? Это позиция ребенка. Вот у Аллы сейчас тоже позиция ребенка. Ах, он чувствует вселенной. Когда женщина не берет ответственность, в том числе, за свое состояние на себя, финансовое, эмоциональное, там и так далее, ну, ее может куда угодно занести. Женщина должна быть хитрой, она должна управлять, не всегда там своими руками все делать. Но она должна иметь эти проблемы. Я считаю, что ответственность женщины это управление своим состоянием, управление отношениями. Если женщина не управляет отношениями, из них может получиться черти что и сбоку бантик. Это в лучшем случае. А еще может быть что-нибудь другое сбоку. Ну что? А сейчас скажите, пожалуйста, поставьте мне плюсы в чат, для кого это упражнение было полезным. Для кого то, что я сейчас вам говорила, откликнулось и было ценным. Для кого моя обратная связь здесь и сейчас была важной, и вы для себя что-то осознали. Потому что я смею сейчас с вами, мы с вами кружочки рисуем, но чтобы вы понимали, у нас с вами идет серьезная работа. Кто-то спрашивал там, в идеале, в идеале сама, ну, в идеале, конечно, это там 20-25%, 30%, то сколько себе это представляет. Марина, шикарный вебинар сегодня. Это только вебинар. Это я вам еще, это я даже вас еще не учу, по сути, понимаете. Спасибо большое. Двигаемся дальше. Сейчас, да, моя дорогая, обдумайте это упражнение, прямо обдумайте, потому что ваш мозг, когда видит вашу картинку, вот мы сейчас с вами всколыхнули вообще тот пласт, от которого вы даже не задумывались. Кто у нас написал о том, что от Вселенной мне ничего, ноль? Вот, пожалуйста, Наталья пишет, что никогда на эту тему не задумывалась так. Вы сейчас, после этого урока, уже будете думать по-другому, уже будете замечать, ага, как может быть иначе? Как только мы расшевелили сейчас ваше сознание, ваше мышление, у вас начнутся другие выборы, другой фокус внимания, понимаете? Это так круто работает, я обожаю работать с мышлением. Когда я, да, Марта, ценно копнули, Марта, это мы с вами сейчас еще не копали. Вот мы сейчас с 22 апреля как начнем с вами копать, так там вообще вы будете просто ходить, как один сплошной инсайт, и думать там, что господи, у меня знаете, какая самая частая обратная связь? Я так ее люблю, от женщин, которые проходят программу, они говорят, а что так можно было? Я прям эту фразу, я когда ее в десятый раз услышала, подумала о том, что господи, это надо сделать лозунгом, наверное, на моем углу, на моей программе. Смотрите, сейчас я попрошу вас, Катария, невероятный вечер. Это да, это мы сейчас с вами двигаемся дальше. У нас в конце должна будет быть практика. Как я люблю эту практику, вы бы знали, вы не представляете, я забыла вам сказать. Я проведу вам медитацию, которую мне провел один раз психолог, один раз, первый раз, когда я в жизни обратилась к психологу. Это мама моей подруги была, потому что тогда ходили к психологу, это было, мне было 17, или 18, ну, в общем, около того, ходили только сумасшедшие. Тогда еще было не принято, ну, представьте, это было 25 лет назад, это было очень давно. Вот. И мне там по знакомству нашли психолога, потрясающая женщина, я сейчас уже не знаю, как бы она живая или нет, дай бог ей здоровья, удивительная женщина, провела со мной эту практику, вот эту медитацию, я даже не знала, что это медитация, и теперь я провожу ее со своими учениками, теперь я сама пишу медитации, и я считаю, что это такой мощный инструмент трансформации нашего мышления, жизни в целом, ну, вы посмотрите сами. У нас будет презентация программы моей, после этого я проведу презентацию, ой, презентацию, медитацию, без музыки она будет, и потом мы с вами поделимся ощущениями. Я уверена, это будет, это будет потрясающе. А сейчас мы с вами делаем новое упражнение, спасибо вам за обратную связь в чате, и упражнение звучит у нас следующим образом. Я хочу, чтобы вы сейчас спокойненько сели, подышали, и написали, может быть, не в чат, кто не хочет, не пишите в чат, напишите себе на бумажке, но я хочу, чтобы вы задали вопрос, который, может быть, кто-то себе задавал, может быть, кто-то еще нет, ну, хотя бы, знаете, позвольте себе вот так помыслить. Вопрос будет звучать следующим образом. Что бы я делала, если бы у меня все было, и мне не нужно было зарабатывать? Здесь, возможно, у кого-то вскроется какая-то мечта. Кто-то позволит себе впервые только об этом подумать. Кто-то может быть, вот если бы мне не надо было зарабатывать денег, я бы делала вот это, уже четко знает. Кто-то вообще об этом никогда не задумывался, потому что основная цель, которую женщина перед собой оставила, это зарабатывание денег. И вот сейчас разрешите себе представить, что каждый месяц у вас есть достаточная сумма для того, чтобы вы счастливо жили, чтобы вас хватало на все важные для вас потребности и даже больше, чтобы она была стабильной, и вы не думали о том, что, господи, где в следующем месяце взять нам деньги на ипотеку? Нет, больше такой проблемы нет. И вот тогда у вас закрыты вообще все финансовые, например, какие-то потребности. Понятно, что вы первые несколько месяцев попутешествуете, купите себе шесть шуб и так далее. А потом, что может стать для вас делом жизни? Где бы вы хотели реализовываться и чувствовать себя значимой? Возможно, вы бы хотели быть вкладом в этот мир и возможно заниматься чем-то, чем вы уже сейчас занимаетесь, но только в каком-то, в какой-то другой вариации, в другом масштабе. Что было бы делом в вашей жизни, если бы вам ее нужно было с помощью этого зарабатывать деньги? Напишите, пожалуйста, плюсики, кто придумал. Если кто-то хочет поделиться, напишите, это интересно, чем бы вы занимались. фотографировала, снимала видео, монтировала, шла бы к психологу, рисовала бы, с кайфом рисовала бы. Смотрите, я хочу, чтобы вы сейчас меня поняли правильно, чтобы вы делали не в том плане, что как бы вы бездельничали, а каким бы делом вы занимались. То есть, какую работу бы вы работали, каково бы было ваше занятие, если бы у вас финансово вопрос был закрыт. Например, приведу вам пример, чтобы вы меня сейчас поняли. Например, женщина умеет красиво рисовать. Она прям кайфует от этого, и у нее классно получается. Она умеет рисовать. Она закончила, например, художественную школу какую-нибудь, но она вынуждена работать, условно, в какой-то компании, бухгалтером, потому что там хорошая зарплата. Она не любит свою работу. Кто-то из вас, возможно, да? Вот. Ага, пекла бы торты. Вот, смотрите. Или, например, пекла бы торты, да? И тогда она думает, слушай, а давай я буду печь торты, да? Или, например, учить людей печь, да? Супер. Вот у нас пошли интересные вещи. Смотрите, как интересно. Итак, ага, ну, никуда бы не не хотела бежать. И когда я остановилась, и когда я выучила свой английский, тогда, Татьяна, что бы я, какой бы вклад я делала в мир? Наталья пишет, помогала бы людям опрести радость от тебя и жизни. Потому что Наталья коуч по призванию. Угу. Анна, создавала бы эксклюзивные вещи в ювелирке, да, не боясь, что меня никто не купит. Угу. Юлия, открыла бы свое пространство, занималась бы тем, что преображала бы людей, которые запутались, помогала бы разобраться с едой, с похудением. Моя дорогая, вы сейчас уже этим занимаетесь. Угу. Ага. Да, у меня вообще даже мурашки, когда я читаю ваше сообщение, что девушка бы приходила, я бы делала из нее богиню, она бы такая сразу вау. Да, это именно то, чем я занимаюсь, где я чувствую себя значимой, где я чувствую себя ценной, где я чувствую себя вкладом в этом мире. Угу. Алла, открыла бы много социальных учреждений, домов малюток. Супер. Маша, я бы, наверное, обучилась чему-то крутому и обучала бы других. Мне нравится помогать. Угу. Маша, классно. Так, Алина, поступила бы в престижное учебное заведение, стала бы компетентной психологом. Ага, вышла бы компетентной психологом, сама прошла бы терапию у психолога. У меня, Алина, почему-то на ваше сообщение тоже мурашки. Угу. А на самом деле мы психологию, чтобы вы понимали, и я не исключение, 20 лет назад я пришла в психологию, мы приходим для того, чтобы не помогать людям, а решить какую-то свою проблему. А потом это уже становится нашим ремесловным. Рисовала бы, продолжала бы обучение искусству. Да, Наталья, возможно, бы обучала бы других. Вы чувствуете, какая энергетика вот идет, когда вот вы сами это пишете. Вот я не знаю, как у вас, я читаю ваше сообщение, у меня реально аж мурашки. Понимаете, я считаю себя счастливым человеком. Честно вам скажу, потому что я безумно люблю свою работу. Я прям, меня если бы, я огромное количество, ну кто со мной в директ переписывался, вы видите мои ответы в телеграм-канале, я очень много консультирую бесплатно. Мои услуги стоят очень дорого, но я очень много консультирую бесплатно. И подростков, чтобы вы понимали, мне пишут, и мамочек, кто-то есть из вас здесь сейчас, кому я помогала какими-то рекомендациями, сообщениями, наверняка. Потому что я не могу это не делать. Понимаете? И вот смотрите, какая важная мысль сейчас должна у вас в голове остаться. Женские деньги, это деньги, которые женщина зарабатывает с удовольствием. Вот Алина в университете сказали, конечно, мы поступаем на психолога, чтобы забраться в себе. Это правда. Когда я пришла учиться на психолога 22 года назад, я не получила диплом. Я всегда говорю, я не называю себя психологом. Я консультант. Без иллюзий. Я не копаюсь в травмах. Я работаю с настоящим, с будущим. Коуч. Когда я пришла, я помню, на одну из первых консультаций, сессии, господи, как это называется, уроки, Евгений Леонидович, он был деканом, то есть умение, если здесь есть, знают наверняка в нашем университете, он такой сел на край стола и говорит, ну что, давайте рассказывайте, зачем пришли. Все такие, я хочу помогать людям, я хочу там вот это. Он такой слушал, пошел, бороду так вот потрепал, говорит, когда еще не модно было бороду носить, но он уже носил, потрепал и говорит, да все вы сюда пришли решать свои собственные проблемы. Я тогда в тот момент туда осознала, я тоже шла помогать людям. Женские деньги, это деньги в удовольствие и это очень важный момент и я хочу, чтобы вы его в своей голове сейчас оставили. Почему? Потому что, когда женщина пашет, как конь, она теряет очень много энергии. Когда женщина работает в удовольствие, я думаю, сейчас Америки для вас не открою, она наполняется. Даже когда в это состояние, знаешь, вот я выхожу, например, после вот вебинаров, да, у нас сегодня с вами бесплатный вебинар. Понятно, что я буду вам сейчас показывать программу, кто-то из вас придет, я ее буду продавать сегодня, но тем не менее, даже когда я веду бесплатные эфиры, что-то еще, я после эфира пустая, вот так вот проведешь, там звук будет такой, но счастливая невозможно. После консультации, знаете, бывают консультации, ты приходишь уставшая просто, но в тебе такое счастье, потому что зарабатывать деньги и быть счастливой, на мой взгляд, это, наверное, ну, как любить человека, с которым ты живешь, такое же счастье. Ты говоришь, если ты любишь свою работу, да, то ты не работаешь ни одного дня. И я помню, знаете, какой случай очень забавный по поводу женских денег. У меня есть подруга, мы сейчас с ней записали интервью, она была журналистом, когда-то она помогала мне на телевидении, потому что я ничего не могла вообще, два слова не могла связать, она мне писала, прям сюжеты писала, помогала. Я, помню, к ней прихожу на радио, она работала. Гонечка, напиши мне, пожалуйста, здесь вот я не помню, я не понимаю, как мысли высказать, помоги мне, пожалуйста. Мне там 25 лет, меня почему-то решили сделать журналистом, без опыта работы экономиста, специалиста по рынку ценных бумаг. Ну, ладно. Я захожу к ней на радио, она сидит, вы бы видели ее, она талантливая, невозможно. Здесь у нее бумаги, здесь у нее бумаги, как на греческой свадьбе, одно на другом, одно на другом. Я смотрю на это все, говорю, ты так устала, Мерочка, нельзя же так работать, что ж ты так зарываешься. Она, знаете, поднимает вокруг глаза и говорит, милая моя, я обожаю, она еще такой вот, я обожаю, когда столько работы. Прям вот с этим, я прям вижу ее вот этот взгляд. Я люблю, когда я вся в работе, а я не поняла, что она имела в виду. Я села на нее, посмотрела, думаю, ты какая-то странная вообще. Я выросла. И теперь, когда у меня много работы, вот сегодня у меня на день, ну, день, наверное, 30-й без выходных. Понимаете? И я, как вы видите, полна энергии, потому что я люблю, потому что я люблю эту работу. Марта говорит, я бы продолжила свою работу в интернет-покетологом, но брала бы проекты, которые мне интересны. Конечно, ровно как и я, я выбираю людей, например, я не беру в индивидуальное наставничество просто тех, кто заплатит мне деньги. Нет. Я беру только тех, с кем я хочу работать. Я могу отказать в работе. Легко. Легко и непринужденно, как говорится. И сегодня, почему? Потому что я создала свою собственную ценность. Я ее вырастила, я с ней не родилась, никто с ней не рождается. И в лучшем случае не рождаемся, там родители каким-то образом выращивают. Это в лучшем, в единичном, я бы даже сказала. А во всех остальных, мои хорошие, это наша личная задача, наша личная ответственность. Понимаете? А как мы можем в себе это взрослеть? Если мы даже иногда не понимаем, что делать. Сейчас я вам расскажу, как это происходит. Вот программа, которую мы начинаем 22 апреля, уже в этот понедельник, она будет длиться 6 недель. Не люблю растягивать все это на полгода, на годовые обучения. Для меня это вообще страх страшный просто. Там доступ, по-моему, от трех месяцев до полугода, но это уже доступ. А сама программа, она состоит из шести модулей. Я вам подробно сегодня про каждый модуль расскажу, но сначала я хочу, чтобы вы одну очень интересную мысль от меня получили. Эта мысль будет заключаться в моем подходе, но она будет для вас сейчас крайне полезна. У меня к вам вопрос, особенно у тех, у кого есть ребятишки. Что мы желаем своим детям? Напишите мне, пожалуйста, в чат. Давайте порефлексируем немножечко. Мы хотим, чтобы они... Какие мы были, что делали? Давайте оформим это в виде слов сейчас. Поскольку я эксперт по воспитанию, я очень много параллелей провожу с тем, чтобы воспитывать детей, воспитывая себя. Я вообще считаю, что хороших и правильных родителей. Ага, смотрите. О, какие интересные у нас ответы пошли. Наталья, счастливее и успешнее нас. Вот мы сегодня с вами об этом поговорим. Алла, хороших и правильных родителей. Еще. Что мы своим людям желаем? Что мы от них хотим? Чтобы они были счастливыми, счастья, любви, чтобы не пахали, не страдали. Ага, Наталья, убираем частичку. Нет, даже в таких пожеланиях. Помним об этом. Чтобы не подряд, сейчас сразу же поработаем. Чтобы не пахали, не страдали, меняйте, пожалуйста, без частицы не пожелания своим детям. Прямо здесь сейчас в чате. Вместо этого, что бы вы хотели? Чтобы дети не пахали, не страдали. И тогда, чтобы что? Хочу, чтобы она была гибкой, стойкой. Если падала, тут же умела встать. Это вы, Юля, наверное, с моего интенсива по самоценности. Когда мы выращиваем опору на себе, это не гарантирует нас от того, чтобы мы не упали. Но когда мы падаем, мы опираемся на нее и поднимаемся и идем дальше жить. Всего самого лучшего. Чтобы чуточку были счастливее нас. Татьяна, Наталья обе сказали счастливее нас. Важный сейчас момент был. Так. Здоровье, естественно. Да, мне кажется, здоровье это вообще в базовую комплектацию желания любого родителя входит. Конечно. Смотрите, какой момент. я сейчас поделюсь с вами своим, опять же, субъективным, абсолютно сугубо личным мнением и я вам его объясню. Чего я желаю своим детям? Развития и радости. Сейчас объясню. Сыну независимого, настоящего мужчины, Анна. Чтобы получали, Оксана, удовольствие от своей деятельности, были счастливы и любимы в семье. Это вообще философский вопрос на самом деле, но объясню, почему я именно пишу про развитие и про радость. Когда мы желаем, например, так вот у меня, наверное, это я сейчас, если что проговорю, про счастливее, это важный момент. У нас сейчас прям серьезно будет сейчас важный момент с вами. Когда я говорю о том, что я желаю своим детям развития и радости, что я имею в виду? Когда, например, я желаю своему ребенку счастья или там желаю радости и так далее, можно упускать один очень важный момент. Потому что состояние радости и счастья, оно может, знаете, по-разному проявляться. Почему я сегодня Алине два раза уже сказала «Будь аккуратнее в своих желаниях». Состояние радости может быть, ну, условно, у человека и в состоянии эйфории, там, радости и очень аккуратно в своих высказываниях, потому что у меня работают они прям, прям бывает аж до неприличия один к одному. Это в состоянии эйфории, в радости может быть, человек там условно под какими-то там можно, нет, Лев, можно мне пока вот так слить? Ну, условно, в состоянии там под какими-то там запрещенными веществами, в состоянии там в радость, он уже счастлив, ему ничего не надо, понимаете, да? А если мы говорим о развитии, я воду сама налью, а, о, спасибо большое, наливай, спасибо. Когда мы говорим о развитии, то здесь уже отсекается сразу история про то, что будет что-то не так, потому что развитие это такая история, ну, вот в моей картине мира, например. Духовная, физическая. Когда я развиваюсь, я хочу большего. У меня есть какие-то цели, у меня есть стремление, чувствуете, да? Развитие – это вообще, наверное, одна из моих ключевых компетенций, наверное, векторов в жизни. Я всегда за саморазвитие, вы, наверное, тут со мной давно знакомы, знаете, да, эту историю. И я не просто так на самом деле об этом сейчас заговорила. Это сейчас важная мысль, я хочу, чтобы вы внимательно меня послушали. Смотрите. На обратной стороне медали развития и радости у нас с вами лежат, сейчас главное, важно до вас эту мысль донести. В реальности зачастую зона комфорта, зона комфорта, да? Где все как в болоте. Тебе там комфортно, но у тебя там нет развития. Отсутствие радости – это когда, знаете, мы в суете живем, и мы можем день прожить, и радости у нас причины были, но в наш фокус внимания они не вошли. и отсутствие благодарности, потому что мы воспринимаем жизнь как данность, не замечаем источники радости, и в итоге мы живем вот, ну, не день сурка. Мы даже, знаете, не признаемся себе, что это день сурка проживаем. Мы живем, как живем. И почему я сказала радость, например, в состоянии радости, то есть что мы подразумеваем? Я чувствую себя счастливой, радостной, когда я, естественно, здоровая, потому что здоровый человек чувствует себя счастливым и радостным, когда у нас что-то болит, и состояние счастья нас, как правило, выбивает очень сильно. Когда я развиваюсь, это в моей картине мира, опять же, я объясняю вам эти слова, для меня это обозначает осознанность. Я осознаю, как многого я не знаю, и я хочу развиваться, я хочу знать больше, мне интересна эта жизнь, я хочу ставить цели, я хочу их достигать, я хочу становиться лучше, понимаете, для меня вот развитие и радость, это вот именно про это. И если мы, например... Если вы со мной согласитесь в истории про то, что нам хочется, чтобы наши дети разбивались, нам хочется, чтобы у них были желания, нам хочется, чтобы они к чему-то стремились, чтобы ставили перед собой цели, нам хочется, чтобы они жили счастливую жизнь, чтобы в их жизни была радость. Согласитесь, да, со мной? И нам хочется, естественно, воспитывать их таким образом, чтобы подталкивать их к этому. Потому что мы чувствуем себя счастливыми, когда наши дети развиваются, когда мы ими гордимся. А сейчас давайте обратим внимание, поскольку я, опять же, эксперт в воспитании, это моя любимая, тем не хлебом не кормить, да я про воспитание поговорю. Как проходит у нас с вами процесс воспитания? Представьте, что мы, родители детей, кого нет ребятишек, давайте представим. И мы видим, что наш ребенок что-то делает не так. Например, он как-то не так себя ведет. Или, например, он делает какую-то глупость. И мы не говорим сейчас о том, что ему нужно позволить сделать глупость, чтобы он столкнулся с последствиями своих действий и так далее. Мы видим, что ребенок что-то делает не так. Упорно, там, упорно делает не так. Что мы делаем? Мы сначала делаем ему замечание. Ну, то есть мы ему рассказываем, смотри, мы делаем там, ты делаешь вот это не так, ты делаешь вот то не так, да. После того, как он нас не понимает, мы повышаем голос, мы более серьезно к этому относимся. Слушай, ты что делаешь? Я же тебе учу как надо. Я же тебе желаю развития, радости, счастья, осознанности, да. А ты чего? И когда ребенок нас не слушается, мы его наказываем. Почему я написала, что именно наказываем? Потому что я наказывать тоже учу. И я всегда говорю о том, что воспитание без наказания не бывает. Не бывает. К сожалению, это так. Вопрос ведь в том, как наказывать. Кто-то, извини меня, ставит в угол на горох, да. Кто-то избивает ребенка, а кто-то создает свою ценность и дистанцируется. И это совершенно разное наказание. Но мы сейчас не об этом. Это уже про воспитание мы говорим. Мы говорим про сам факт. Есть наказание, да. И смотрите, что здесь происходит. То есть мы добиваемся того, чтобы ребенок условно развивался, менял свое поведение, становился лучше, был более счастлив за счет корректировки его поведения. Вот этими там тремя моментами. А сейчас мысль на миллион долларов. Представьте себе, что если нас с вами в этой жизни тоже воспитывает. Ну, например. То есть если мы не просто, например, а пришли там как... Что мы, знаете, что инфидория Тухелька, у каждого как бы своя там какая-то программа. Есть там, рожать, умирать там и так далее. Что если у нас задача реально становиться лучше, реально развиваться? Что если так? Тогда, когда мы не развиваемся, когда мы остаемся в зоне комфорта, когда мы не благодарим, когда мы не живем эту чудесную жизнь, которая нам бесплатно досталась, что наши родители могут делать по отношению к нам? У каждого своя... У кого Бог, Вселенная, там, Космос, я не знаю, ну, как бы у каждого из нас представление, там, высший разум, там, высшая любовь, там, и так далее. Что происходит? А мы тоже с вами, на самом деле, получаем. Да. Мы получаем замечания, которые мы зачастую, Анастасия правильно пишет, игнорируем. Ну, игнорируем. Как ребенок. Я ему 200 раз сказала, он меня не слышит. Конечно, я пошла, я его там шлепнула. Ну, условно. Что если нас ведут к тому, чтобы мы развивались? И я всегда говорю вообще всем, и ученикам, и неученикам своим, о том, что я за развитие без пациентников. Я за то, чтобы не дожидаться, пока тебе, грубо говоря, там, на горе, кто у нас там, там, рак свистнул, да, там, тебя, петух там в одно место пьюнул. Я за то, чтобы развиваться добровольно. Понимаете, о чем я говорю? Мы зачастую бежим к психологу, бежим там к каким-то вспомогающим профессиям, начинаем изучать там какую-то литературу, когда у нас случается какая-то история, когда у нас, например, там, рушатся отношения в семье, уходит муж, банкротство, ребенок полностью нас не слушается, когда у нас там какие-то сложности, вот когда нас накрывают уже прям, то есть когда нас уже наказали, понимаете? Да, Наталья, именно развиваться было в волшебном пенделе. Именно, Марина, вселенная направляет, если мы не слышим, получаем пендель. Пендель, подзатыльник, кого угодно. Кто подзатыльник, кто пендель, и кому прям по голове, понимаете? Когда мы не реализуем свое предназначение, когда мы сидим, знаете, вот в зоне комфорта, я не говорю, что нужно там пойти страдать. Нет, я за то, чтобы развиваться, не дожидаясь того, когда тебе будет сильно больно, понимаете? Не дожидаться того, когда ты разрушишься и пойдешь там куда-то за знаниями и так далее. Не дожидаться, пока тебе твой подросток нахрен пошлет. И ты такая, о, он так резко изменился. Да ладно, ты 15 лет что делала до этого? Как ты строила отношения с ним? Как ты создавала свою ценность в отношениях с мужем, чтобы он видел, что у него реально классная женщина дома и не засматривался там условно на кого-то? Мы ведем себя неправильно все это время, и, конечно, мы потом получаем свой подзатыльник. Зачем? Ну, то есть, вот правда, зачем? И проблема как раз заключается, вот про это сейчас хочу вам сказать. Проблема заключается в том, что женщина не понимает, что она делает не так. То есть, пока мы вот прям граблями полбу не получаем, мы вообще проблему зачастую не видим. Женщина не видит, что у нее, например, мужчина ей изменяет. Знаете почему? Она не хочет этого видеть. Все знают, а она не знает. Потому что, когда она это поймет, ей что-то нужно с этим делать. А она не знает, что с этим делать. Понимаете? Женщина замалчивает конфликт с ребенком, спускает ему все с рук только потому, что вот не надо сейчас это выносить, вот у него такой период, он пройдет там и так далее. А это не период, это характер уже. Это отношение, которое женщина сформировала с отсутствием своей ценности перед своим ребенком, перед своим мужчиной и так далее. Понимаете? И недавно, кто у меня присутствовал в Инстаграме, я проводила, сейчас уже этого эфира нет, я проводила эфир на женскую ценность перед началом интенсива. Несколько человек мне написали о том, что, господи, я думала, что у меня все нормально, а вы мне просто глаза открыли. Это называется история обманываться рад. Когда я живу в созданной иллюзии, потому что мне, как будто бы я так отсижусь. Понимаете? А если, например, задача в том, чтобы развиваться, а что, если не получится отсидеться, а что или рано или поздно, а вот это все вскроется. Понимаете? Профилактика, она всегда лучше любого лечения. И проблема заключается зачастую у женщин в том, что она вот уровень неосознанной некомпетенции. Это когда я не знаю, чего я не знаю. Ну, то есть я не знаю, что я должна знать, чтобы выстроить с мужчиной глубокие отношения. Я не знаю, что я должна знать, чтобы мне дарили подарки. Я не знаю, что я делаю не так, чтобы повысить свой чек. Я вроде учусь, 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 а учек повысить не могу. Понимаете? Я не знаю, что мне делать, чтобы муж давал мне больше денег. И я не чувствовала при этом чувство вины и не выпрашивала. Я не понимаю, что мне нужно делать. Это как с машиной, знаете? Я смотрю на нее, хочу водить машину, но я не знаю, что мне нужно делать, чтобы водить машину. и вот этот прям самый такой начальный уровень и что происходит когда мы хотим изменить свою жизнь любом направлении в любой сфере с в деньгах с мужчины с ребенком там и так далее те кто у меня уже учился знает эту цепочку но так как некоторые у нас сегодня вообще впервые на моем эфире запомните эту цепочку она пригодится вам в любой сфере вашей жизни все начинается сознание когда мы получаем определенные знания они настолько в нас устраиваются что мы уже не можем мыслить прежними категориями знание это перепрошивка твоих программ деструктивных которые ты не осознавал сейчас ты осознаешь ты знаешь что господи оказывается рыбку то без труда можно вынуть из пруда не то что вынуть она сама выпрыгнет и вынесет понимаете когда ты расширяешь вообще свое видение за счет того что ты теперь знаешь что-то большее тогда ты начинаешь мыслить иначе как только ты начинаешь мыслить иначе то другие программы совершенно вписываешь другие задачи в свой мозг исходя из этого ты совершаешь другие действия другие выборы ты ведешь себя по-другому после интенсива то какие у нас были изменения когда я вам давала знания и вот юля помню писала я попробовала не действовать по старым моделям поведения попроси попробовала с мужчиной по-другому себя повести и у нее тут же был на следующий день другой результат все знание перешло изменила ее мышление она по-другому стала действовать и она получила другой результат а потом за результатом юля еще делилась какие эмоции у нее были да кажется я бандитка не бандиткой а женщина